Вот и вышла очередная глава манги Баруто, на этот раз сороковая по счёту. Всем доброго времени суток, с вами Анизора. Мы совместно с группой Наруто Баруто Ани Хамстер решили сделать для вас небольшой обзорчик на эту главу. И надеемся, что вам он понравится. Кстати, а кто-нибудь из моих зрителей играет в корабли? Возможно, вы сейчас подумали, что корабли с аниме ничто не связывает. Но только не сейчас, когда в игре World of Warships проводится масштабный аниме-ивент. Теперь морские бои проходят в сеттинге популярного аниме «Флот Старшей Школы». Это, конечно, не Наруто, но своя особая атмосфера там имеется. А самое классное, что героини аниме могут стать за штурвалы ваших могучих кораблей, когда вы ворветесь в очередное морское сражение. На время проведения ивента вам будут доступны шесть уникальных командиров, озвученных голосами из оригинального аниме. Новые корабли, памятные флаги, крутые стильные камуфляжи и многое другое. В аниме-коллекцию входит более 30 элементов. Так что успевай собрать их все по ссылке в описании. Там же всех новичков ждут особые подарки. Премиум аккаунт на неделю, крейсер Аврора, 500 дублонов и целый миллион серебра. Обязательно переходи по ссылке и начни играть. Ну а теперь давайте приступим. Я желаю вам наиприятнейшего просмотра. Детально разбирать каждый фрейм не получится, так как видос просто-напросто забанят. Можете для начала ознакомиться с главой в целом в группе Наруто Боруто, а не Хамстер и прийти обратно сюда. Мы же тут будем разбирать главные моменты и объяснять все это. Ну во-первых, исходя из слов Боро, где он говорит, что в это измерение, где они сейчас находятся и где запечатан в кувшине Наруто, можно попасть только с помощью пространственно-временной техники. Так получается, что он не знает о возможностях кармы, позволяющей открывать портал измерения. Неужели он не знает о силе Джигена? Я думаю, вряд ли такое может быть, ведь они показывают себя осведомленными во всем практически. Если, конечно, Джиген специально не скрывает свою силу от организации. Но есть более логичный вариант. Тут, скорее всего, Боро не знает, что это обилка именно кармы и думает, это просто способность самого Джигена. Однако, этим не объясняется еще один момент. А как сюда сам Боро попал? Неужто его Джиген сюда перекинул? Ведь судя по тому, что он говорил и как реагировало его тело, Джиген был максимально выжат и вряд ли его сюда кинул бы сам. Потом же надо и возвращать его обратно. Тогда остается думать, что Боро тоже владеет способностью проходить сквозь измерения. Ну или либо кто-то еще в каре. Будет слишком банально, если этот Джиген его туда перекинул. Но чекайте, точно так это и будет. Также, со слов Боро, становится понятно, что эту печать с чайником на Наруто может снять только сам Джиген. Но раз уж он не знает обо всех способностях кармы, то можно предположить, что он не знает и о возможностях выбраться из Фуинзюцу с помощью пространственной временной техники Риннигана. И если сложить этот небольшой пазл, то вероятнее всего Наруто спасет именно Саски благодаря своему Риннигану. И кстати о нем. Он лежит без сознания в окружении медиков и самой Сакуры. По их словам, его жизни ничего не угрожает. Однако мне интересен тот момент. Стоит ему только очнуться, с восстановлением чакры не должно быть проблем. Физически его восстановила Сакура, я в этом уверен. Но она может и в плане чакры подсобить ему, как к тому же Обита на мировой войне Шиноби. С помощью своего Бьякуга поделиться с ним чакрой. И в таком случае он сможет пойти на помощь нашим ребятишкам. И как раз вызволить Наруто из чайника. Да и вообще смотреть на такого Саски немного странно и навевает воспоминания. Это второй такой глобальный случай, когда Саски довели аж к бессознательному режиму. Первым конечно же был Учи Хамадара. А вторым стал Джиген. Ну еще есть и бой против киллера Би, где он точно так же чуть не попрощался со своей жизнью. Но там он был в сознании. Едем дальше. Кавайки через протез может чувствовать чакру Наруто. Хотя это и было понятно еще с прошлой главы. Однако непонятно другое. Почему после запечатывания Наруто протез сначала обездвижился, будто бы чакра Наруто закончилась или же он помер, либо ее запечатали. А потом резко заработало. С чем связан этот временной промежуток, мне уж очень интересно. Я изначально предполагал, что это из-за того, что Бора чутка дал течь чакре Наруто, отодвинув крышку. Но в этой главе я убедился, что это не так. Хотя теперь мы можем быть уверены, что чакра Наруто не запечатана, ибо протез работает. И то, что рука временно перестала двигаться и реагировать, может быть то, что Наруто временно отключился. Но и в силу своих ген Узумаки и невероятной чакры с выносливостью, очнулся гораздо раньше и быстрее, чем Саске. Может быть и то, что те штури окончательно высосали его чакру, ибо с его слов они очень быстро это делали. А наш Курама просто восполнил его запасы. Я бы хотел предположить, что это из-за того, что Наруто сам выбрался обратным призывом на гору Мьёбоку, но Каваки отчетливо дал нам понять, что Наруто в кувшине, и он чувствует его присутствие там. Но, ребята, есть одно но. Если чакра Наруто и правда не запечатана, то ему ничего не мешает просто взять и сделать этот обратный призыв. Если его авторы, конечно, не ограничат в этом. Что касается Митсуки, он как всегда показал свое превосходство над сверстниками. Использовал три дзюцу, стихия ветра, прорыв, стихия молнии, змейный разряд и одну из вариаций с Сеной Джашу. Также он смог продержаться дольше Каваки и Борута под действием темного тумана Боро, что говорит о его высокой выносливости. Скорее всего, он еще и обладает сенсорными способностями. В главе явно показано, как он засекал атаки Боро из-под земли. И подчеркнув, все это он показал, еще не используя свою силу на максимум. Мы же все прекрасно помним о его мощнейшем режиме мудреца. Может, хоть на этот раз нормально покажут, на что он способен с этой силой. Я даже не отрицаю тот факт, что этот четверка при должной командной работе смогут доставить кучу проблем этому Боро. И в критический момент им просто поможет Наруто или Саски. А может, авторы сделают так, что они сами его завалят. Техника Боро в освобождении лавы Планетный Взрыв схожа по внешнему виду с техниками Мэй и Роши, нежели с техниками Додая или Куроцучи, у которых по одной из теорий в создании Кеке Генкай, одна составляющая преобладает над другим. Также эта техника обладает кислотными свойствами. А другая техника Боро, Темный Туман, обездвиживает противников, подобно техникам Нара. Также его нельзя поглотить кармой. Кроме того, даже футоном нельзя избавиться от этого тумана. Ну, то есть Тихии Ветра. По крайней мере, с уровнем силы, как у Митсуки. Эта техника также пожирает тело изнутри. И возможно, что тело Боро состоит из того же научного механизма, что тела Дельты и Каваки. В техниках Суйтона Боро очень силен, раз смог заблокировать технику Райтона Митсуки. Хотя, из слов Митсуки, его техника была лишь отвлекающим маневром. Однако, стоит признать, что Митсуки единственный, кто нанес ему больше проблем. Хотя, в общей сложности Боро и с ним игрался. Но меня очень заинтересовал один вопрос. Боро рассказал Борото, что из-за него, то есть еще одного сосуда и обладателя кармы, временные ограничения не помешают их планам, и он очень рад этому. Что за планы и какие ограничения? Мне почему-то сразу в голову лезет клан Оцуцуки. Когда говорят о временных ограничениях, я подумал, что глядет нападение их клана на землю. Но, я не понимаю тогда точный мотив кары. Если они все-таки люди, то им незачем уничтожать всю планету и лишать ее жизней. Однако, им выгодно починить себе силу Оцуцуки и править самим, как они хотят. Тут же вспоминаются и слова Джигена, сказанные их ученому, что он воплотит его мечту в реальность. Я не думаю, что это будет повторением вечного Цукуйоми, ибо это слишком банально и люди не примут это. Но что тогда? Я бы мог тут миллион теорий напридумывать и вбить вам в голову это. Но мне не нравится, когда теория не отталкивается от чего-то весомого, от какого-то неоспоримого факта. Поэтому я лучше изучу этот момент получше, и если появятся мысли, то обязательно выскажусь в одном из видео. А пока остается только ждать и гадать. Однозначно, манга интересная, и я не могу свободно предсказать дальнейший сюжет. А это уже говорит об интересе и продуманности. Касательно глаз Сарады, она в неизвестный период пробудила трехтомойный шаринган, так как в третьей главе Борута было показано, что у нее только одно томое. Возможно, этот момент взят из новеллы и использован в манге. Скорее всего, так и будет. Но точного подтверждения пока что нет. Однако, по факту, она пробудила такой шаринган раньше своего отца. Ибо Саске в тот момент уже было 13 лет. А Сараде, если мне не изменяет память, на данный момент 12 лет. Навыки владения кармой у Борута улучшились. Теперь он может спокойно поглощать техники. Вновь нам говорят о том, что из-за резонанса карм Борута и Каваки, они развиваются гораздо быстрее. И я уже вижу, как они на постоянной основе пользуются их обилками. Ну и момент с ударом Росенгана Борута по животу Боро. Очень похож на момент, когда Наруто также ударил Росенганом Кабута. Его регенерация после Росенгана также напоминает, как ее использовал Кабута. И конечно же, эта регенерация способна избавиться от яда. Примечательно, что Боро для своих техник использует странную печать. Возможно, эта печать активирует его научный механизм. И тогда непонятно, почему Сарада еще не проглядела все это. Но в следующей главе нас ждет интересный Махач. Ибо теперь они будут действовать с командой и раздавят этого Боро. Ну или нанесут огромный урон, а после придет кто-то им на помощь и они вместе затащат его. Ну а на этом все, наверное. Глава сама по себе получилась не такой интересной, как предыдущие. Но все равно кинула еще больше интригу. Я читал с интересом узнать, что же будет дальше. Пишите свое мнение о главе в целом в комментариях. И не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. И подписаться на канал. С вами как всегда был Анизора. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok